МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Агульском районе автомобиль УАЗ с двумя людьми сорвался с обрыва высотой 80 метров. Трагедия произошла на горной автодороге между селами Тпик и Реча. В результате несчастного случая 64-летний водитель скончался на месте. Его 51-летний пассажир с различными травмами доставлен в больницу. Арабские дирхамы в Махачкалинском аэропорту. Дагестанские таможенники выявили у пассажира, вылетающего в Дубай, 100 тысяч дирхам. Иностранной валютой не была задекларирована, как того требует действующее законодательство. Мужчина был уверен, что перевозит денежные средства в допустимом размере. О необходимости официально заявить об арабской валюте он не знал. В итоге чуть более 63 тысяч дирхам, а в рублях это 1 миллион 700 тысяч, у пассажира изъяли. Остальную сумму, почти 37 тысяч, ему вернули. Как сообщают в дагестанской таможне, возбуждено дело об административном правонарушении, недекларировании, либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств. Природный кластер нового типа с игровыми, спортивными зонами и местами для отдыха откроется в этом месяце в Махачкале. Ход строительства парка культуры имени Расула Гамзатова в Эльтавском лесу проверили представители городской администрации. Новое общественное пространство занимает почти 22 гектара. Здесь максимально сохранен естественный ландшафт. Деревья и кустарники обустроены цветники и зеленые зоны. Обновлена дренажная система и проложены ливневые сети. По периметру появилось освещение, смотровая башня высотой более 8 метров и парковка. По всему лесу обустроены пешеходные дорожки из гранитного отсева. В ходе осмотра новой городской локации мэр столицы Исуп Умавов побеседовал с горожанами, которые уже проводят здесь досуг, а также озвучил ряд замечаний и предложений представителю подрядной организации. Здравствуйте! Как вам это все? Очень нравится, хочется, чтобы поскорее закончили все это. Удобно очень гулять, воздух тут хороший. Мы живем в этом районе. Честно говоря, так часто не были. Здесь, по крайней мере, я первый раз вот это все вижу. В перспективе будет очень хорошо, очень красиво. Вот это мы ставим сейчас, первая входная группа. Здесь, значит, скамейки, радиусная скамейка, здесь, возможно, посадки, цветы, все это будет. Теперь, значит, отсюда у нас идет направление дорог, вот та дорога, значит, 500 метров, ширина 4,5 метра, закончена. От этой дороги, да, закончена. От этой дороги, значит, у нас идет дальше ответвление в левую сторону. Там у нас смотровая башня. Сейчас металлоконструкции смонтированы, осталась обшивка. Жители республики стали хуже платить за коммунальные услуги. Как сообщает Минстрой региона, долги потребителей перед компаниями ЖКХ выросли на 3,5 миллиардов рублей. Низкая собираемость платежей сказалась и на коммунальных предприятиях. У них, в свою очередь, выросла кредиторская задолженность. На сегодняшний день общий долг дагестанцев по всем видам коммунальных услуг достиг почти 35 миллиардов рублей, а средний уровень платежей составил 78%. Более четырех часов в очередях. Накануне вице-премьер Абдурахман Махмудов посетил республиканский психоневрологический диспансер. Поводом выездной проверки стали многочисленные жалобы граждан на несоответствующие оказания медицинских услуг. Почему вы одно окошко открываете и все? Здесь же 30 человек стоят. Люди 5 часов утра приходят, записываются в очереди. И вот человек 6 часов, который пришел, до сих пор он стоит здесь в очереди. Уже время 10 часов. А мы что вы делаете? А я вам говорю, что плохо организована эта работа ваша. Люди жалуются. Вы же тоже это видели. В социальных сетях видели, что пишут люди, в очереди стоят. На самом деле подтверждается это. Но вы же не один год здесь работаете. 5 лет работаете. Вы же должны были попытаться исправить эту ситуацию. Этот вопрос очень волнует, чтобы вы понимали эти очереди. Вот все, что мы сегодня, Ярослава Николаевичу, проходили, все было связано с очередями. В результате проведенной проверки были выявлены и другие серьезные нарушения. В частности, принятие оплаты только наличными средствами, без проведения должного учета, несоблюдения процедур фиксации, психологических тестов и хранения в архиве. Здесь сколько человек работает? Трое. Трое. То есть 3 человека с утра провели тестирование всего 5 человек. Результаты тестирования мы не видели. Компьютер не показывает, сколько человек прошло тестирование. Зачем вас 3 человека держать на целый день, чтобы вы 5-10 человек проводились с тестированием? Почему результаты не оформляются должным образом? Это когда-то. Нет, это не должным образом. Никаких претензий. Мы когда-нибудь провели... Результат тестирования, он оформляется врачом. Никаких следов. Ярослав Николаевич вам правильно сказал, что нет никакого фиксирования, потому что этот человек не у нас, он проходит. Когда свидетели, человек предоставляет ей паспорт, она даже по паспорту не сличает, человек этот подошел или чужой паспорт человек дал. Она просто открывает паспорт и сразу же пробивает. Спасли сотни детских жизней. За год фонд «Инсан» привлек десятки миллионов на свои благотворительные проекты, которые направлены на оказание жизненно необходимого лечения для своих подопечных. За каждым успешным таким курсом стоит неравнодушие и щедрость людей. В частности, огромный вклад вносят бизнесмены республики. Ассоциация предпринимателей «Бессом» включает все ведущие бизнес-структуры Махачкалы. В ее рядах немало меценатов, которые помогают больным детям. Фонд «Инсан» организовал для благотворителей и для своих подопечных «Мавлит» в завершении важного для мусульман месяца «Рабьюль Аваль». Слово Айше Тухаевой. Каждый раз, когда дверь фонда «Инсан» открывает благотворитель, он открывает множество дверей для больных деток. Необходимый для страдающих ДЦП вертикализатор, благодаря которому лежачий ребенок сможет стоять, сидеть, ходить. То, о чем мечтает мать такого ребенка. Одна из них – Мадина Ибрагимова. Ее сын Карим с года и восьми месяцев страдает ДЦП. Сейчас ему 14 лет, и на «Мавлите» он спокойно сидит рядом с мамой. А ведь когда-то казалось, что это невозможно. Вот я считаю, если такое сообщество не было бы, и не было бы «Инсана», такие, как мы были, мы бы не получали, нам только мечтать и сидеть. И эти дети были бы лежачими, наверное, если бы так не помогут. Потому что у них есть возможность оплачивать платные услуги, получать детям, у всех эти возможности. И они бы оставались дома. Я думаю, многие не получали бы такого результаты. Потому что мой ребенок был лежачий. Он не глотать, не жевать, ничего не мог. Отец мальчика ушел из семьи. Из близких у Мадины только престарелая мать. Но женщина не опускает руки. И шаг за шагом пытается восстановить ребенка. Бизнесмены, которые пришли на «Мавлит», воочию увидели результаты своей благотворительности. «А что делаешь? Какие упражнения ты делаешь?» «Обычно дома не делаю, но дома есть беговая. И тогда могу ходить». «Это только лишь по милости всеми вишнала. Только тот человек, которому Аллаху Тааля открыл глаза на истину, которому Аллаху Тааля вложил в сердце шедрость, только этот человек может оказывать помощь. И здесь как раз таки собрались те люди, которым Аллаху Тааля открыл эту истину. Мы просим все вишневого, чтобы наши другие братья и сестры, которые находятся у нас, которые находятся бок о бок с нами, чтобы они все-таки почаще смотрели вокруг и старались оказывать поддержку». Председатель комитета управления бизнес-сообщества Хаджимурад Магомедов не смог присутствовать на «Мавлизе», но поддержал своих коллег, а также подопечных фонда по видеосвязи. В сообществе Бессом на сегодня три заслуженных предпринимателя республики. Один из них Дэдбек Саипов, как и многие другие бизнесмены в этот день отложили многочисленные дела для того, чтобы побывать на мероприятии, организованном фондом «Иссан». «Сегодня пришел, встретил здесь многих предпринимателей, которых давно не видел, наших, моих коллег. Очень рад, что они отозвались, собрались вот здесь, потому что это богоугодное дело, оно дает нам спокойствие души. А я думаю, что мы предприниматели, у которых такой ритм жизни, мы нуждаемся вот в этом. Хочу поблагодарить организаторов, благотворительный фонд «Иссан», который помогает нам в таких мероприятиях. И призываю всех наших предпринимателей республики Дагестана, чтобы они были отзывчивы к таким мероприятиям, участвовали и протягивали руку помощи нуждающихся. Честно, Мавлит для меня вот сейчас осознанно это удовольствие, какое-то душевное спокойствие. Я же как зашла, сказала же, я иду. Это для меня так, успокоение души. Внимание и забота об этих чистых, безгрешных детках является защитой от смут и бед этого времени. Современных благотворителей, которые это понимают, существует огромное количество. Каждый человек может начать совершать добрые поступки, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Триумфом дагестанской сборной в Подмосковье завершился чемпионат России по футзалу среди слабовидящих. Турнир в городе Раменское собрал пять лучших команд страны, которые сошлись в очных поединках по системе «Дома в гостях». Тему продолжит Курбан Рагимов. Для дагестанской сборной это не первый чемпионат страны, и она уже зарекомендовала себя крепким и амбициозным коллективом. Поэтому на турнир в Подмосковье выезжали с большой целью – стать чемпионами. А для этого надо было показать именно чемпионскую игру. Команда Дагестан стала одним из лидеров российского адаптивного футбола Б2Б3. И на протяжении последних многих лет она стабильно участвует во всех наших соревнованиях. Ребята постоянно прогрессируют. На сегодня они уже на равных играют и с Новосибирском. Но в принципе на сегодня два лидера. И по сборной у нас и в сборную ходит 4-5 человек из Новосибирска. Такое же количество представительств в Дагестане. По регламенту команды играли по круговой системе с последующим выходом в плей-офф. Всего на турнир приехали 5 команд. Дагестан, Новосибирск, Рязанская область, город Рязань и Башкаркастан. Проведя с каждой из них по два матча и выиграв, наш коллектив стал чемпионом страны. В том числе дважды был обыгран принципиальный соперник из Новосибирска. Я вот приезжал именно за этой медалью, за первое место. И у меня в голове мысли были такие, что значит надо брать игру на себя. Больше обыгрывать и делать индивидуально результат. А так все молодцы, все старались, все на 100% выкладывались. Вообще друг за друга отрабатывали. Мы уже к сегодняшнему дню, к финалу все на травмах, еле ходим. Но на эту игру мы забыли, что такое боль. Выцарапывали, вырезали зубами, костями, когтями. Заслуги сборной отметили в региональном министерстве спорта. Глава ведомства Сажид Сажидов поблагодарил футболистов за хорошую игру и отличный результат. В какой-то мере забыв свои проблемы, забыв свои моменты, их объединять что-то одно. И стремятся туда, стремятся результат показать и так далее. Вот это самое важное. И нашим лицем мы это поддерживать будем. Эта победа еще раз показывает, что спорт для славовидящих в регионе развивается. И этот результат можно улучшить старанием и самоотдачей. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Отличных вам выходных и хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин